Драгсельского университета из США. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Приветствую вас. Ну, съезд... Добрый вечер. Да, Сергей Сергеевич, съезд, конечно, выглядит вот внушительно. И столько там тяжеловесов выступают в поддержку Харрис. Это ей очков добавит по итогу? Ну, в этом контраст демократической партии по сравнению с партией республиканской. Заметим, что на съезде республиканском не было ни одного бывшего президента. Хотя вот у нас есть живой вполне себе Джордж Буш. Какие-то тяжеловесы республиканской политики не выступали на съезде Трампа, поскольку Трамп сейчас представляет из себя такой вот культ личности. Все традиционные политики, какие были, там тот же Мит Ромни, Лиз Чейни, не говоря уже о самом Чейни, они сейчас все абсолютно оттеснены на какой-то задворах. А демократическая партия, наоборот, показывает преемственность, что вот у нас есть куча замечательных президентов, в здравом уме, хорошо шутят, говорят умные вещи. И Камала Харрис, хоть про нее там мало кто знает, и у него особо больших достижений на государственных постах пока что не было. Но тем самым вот этой вот длинной чередой статусных политиков, включая глав государства, главы Сената и так далее, они показывают, что это просто наш преемник, и она будет проводить ту же примерно политику, которую проводили мы. Тут вообще интересная, на самом деле, история, вы говорите, она так мало была, в общем-то, известна, но тем не менее, при всей вот этой своей малоизвестности, за 11 дней, как вот Бумберг пишет, да, у нее больше доноров, чем у Байдена за весь период работы. Вот такие феноменальные результаты о чем говорят? Откуда такой уровень поддержки, причем именно финансовый? Ну, насколько сообщаются данные, там большая доля, чуть ли не большинство, это доноры, которые вообще за период вот этой всей гонки ни разу делали никаких пожертвов никакому кандидату. Это связано прежде всего с тем, что большинство американцев не следили за ходом этой кампании, поскольку им совершенно не нравился очередной выбор между снова Байденом и снова Трампом, и многие просто не следили. А тут свежее лицо, ну как свежее, свежее в том плане, что свежий человек боится за высший пост в государстве, и плюс вот эти все демографические характеристики, что в Соединенных Штатах, в отличие от большинства других развитых стран, даже вот в России в 18 веке были правители женщин, которые, собственно, правили, да, а в Америке все как-то вот, женщины-президента не было. Ну и плюс ее расовая принадлежность частично, как сказать, не афроамериканка, и Джамайки, частично из Индии. То есть вот эти все галочки, они имеют большое значение. Там уже Соединенные Штаты, они рождаемы среди белок довольно низко, а вот рождаемы среди меньшинства, она существенно переезжает, рождаемы среди белок, и Америка, она уже очень скоро не будет страной, где белок составляет большинство населения, поэтому Камала Харрис отражает, собственно, демографические тренды в Соединенных Штатах, и это все эти меньшинства, которые скоро станут большинствами, очень его удовлетворяют. А то, что свежее лицо Камалы Харриса не вышло на дебаты, вот как это было воспринято, в том числе теми, кто ее поддерживает, и вообще американским социумом? Ну, насколько я понимаю, все же они договорились о дебатах в сентябре. Но Трамп только что сказал вот накануне, что она не выйдет, что она не будет участвовать. Ну, по крайней мере, на Фокс ТВ точно. Разжигает. Ну, на Фокс ТВ я не знаю. У демократов есть один человек, который ходит на Фокс ТВ, это Пит Буддач, открытый гей, у него есть супруг, причем они, у них дети комсуррогатные, то есть вот такой вот персонаж, но при этом он служил в армии, у него степень Гарварского университета, хорошо подвешен язык, и он с удовольствием ходит на Фокс Ньюс и дебатирует с теми персонажами, с какими он там приходит. Понятно. Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, я хотел узнать, от какого уровня поддержки Харрис, как вы сказали, стороны разных слоев американского общества, которые пока не считаются большинством, но вот в этом станут. По части вот поддержки мусульман, я знаю, что Харрис пыталась с ними дружить, но из-за того, что палестинцам не дают голоса, насколько я знаю, там некоторые отказываются от поддержки Харрис. Как это выглядит изнутри? По таким параметрам, как женщины, очень большой отрыв у Харриса от Трампа, по таким параметрам, как образованные люди, афроамериканцы, представители латиноамериканцев. Если же речь идет о выходе со Ближнего Востока, то в целом в масштабах страны они, там какие-то 1-2 процента, они не представляют серьезной электоральной силы, кроме одного штата Мичиган, где вот именно в этом штате, они довольно плотно у них расположилась диаспора. И, кстати, это колеблющий сейчас штат, и там действительно проблемы, поскольку эти люди идут идентифицировать себя жителями ГАЗа, для них это вопрос религиозной общности, для кого-то, может, даже этнической общности, поэтому среди этой группы у нее дела не очень хороши, поскольку она пока... Лучший бодр, который Байден может сделать, Камаль и Харрис, это заключить какое-то перемирие на Ближнем Востоке, посмотрим, получится. А если дебаты все-таки будут, Сергей Сергеевич, это не сыграет с ней такую же злую шутку, как сыграла по итогу с Байденом? То есть сейчас она откровенно лидирует, понятно, ну и мы с вами здесь обсуждали, ну и американская пресса об этом активно пишет, что она откровенно плохой оратор. Посмотрим, может быть поэтому, там, разговор шел там о трех дебатах, потом вроде как они договорились на одни дебаты, ну на ее бы месте, я не знаю, сходил бы на одни дебаты, причем где-нибудь подальше от выборов, например, в сентябре, в начале сентября с тем, чтобы, если дебаты пройдут откровенно плохо, будет еще достаточно много времени, чтобы это ушло на второй план. Проводить дебаты где-нибудь непосредственно перед выборами я бы на ее месте не стал, но важно понимать, что в Соединенных Штатах после пандемии во всех штатах есть голосование по почте, и уже начиная с сентября люди начнут голосовать, поэтому, собственно, этот день выборов, он на самом деле, ну не критический. Даже Трамп уже сейчас призывает своих сторонников голосовать по почте. Внезапно он уже поверил в почтовые голосования. Сергей Сергеевич, я увидел, что представитель штаба Харри заявил журналистам, что демократы якобы готовы к тому, что избиратели Кеннеди-младшего перейдут к Трампу. Многие из них разделяют его взгляды, это понятно. А почему, собственно, об этом так спокойно говорят? Насколько я понимаю, Трамп очень сильно рассчитывает на эти голоса. Дело в том, что Кеннеди, он собирал голоса тех, для кого ни Камала Харрис, ни Трамп были неприемлемы. И там эти социологи, изучатели общественного мнения до сих пор там точно не разобрались, у кого большинство пока что выглядело по тем опросам, которые были, что примерно там половина демократам, половина республиканцам. Сейчас, когда он испаряется, его демократические сторонники вернутся, собственно, в демократические влаги, а республиканские в республиканские. И поэтому, видимо, никто особо на эту тему не переживает. Сергей Сергеевич, на что еще удалось обратить внимание? Вот Трамп уже дважды на митинге в Пенсильвании, в интервью упомянутому Fox News, заявлял, что Харрис якобы отправляли оповидаться с президентом России Путиным в 2022 году, якобы, опять-таки, перечеркну, чтобы предотвратить СВО. Подтверждений этому, конечно, нет никаких, никто это не подтверждает, только Трамп об этом говорит. Сидит с этим, довольно интересный вопрос возникает. А нет ли опасений, что когнитивные способности Трампа тоже начали ухудшаться, как у Байдена, и эту карту против него попробуют противники разыграть? Ну, собственно, все шутки, которые мы видели на съезде демократической партии, довольно много из них касалось возраста Трампа и всего такого прочего. То есть, если ему было легко выглядеть бодрячком на фоне Байдена, то на фоне Камала Харриса он уже бодрячком-то не выглядит. И действительно, и плюс все республиканцы в один голос, вообще все его сторонники, говорят вот просто публично на Fox News, что Трампа надо заканчивать с личными атаками на Харриса, они как-то не очень работают. Вот кличка уже прошла там недели три, никакой обидной клички он ей не сумел придумать. Если бы он больше говорил, говорят его, собственно, с Трампа... Это удивительно. Ну, не получилось. Да, как-то ничего не прилипает. И если бы он атаковал ее, например, по вопросу иммиграционной политики, формально Байден вот ей построил такую, не знаю, козу, что ли, назначил ее отвечать за эту граниту, где она, ну, ничего не могла сделать, серьезно говоря. Вот если бы Трамп сосредоточился вот на этом и каждый день там, говорил про эту, ну, неудачную иммиграционную политику времен администрации Байдена, у него бы были какие-то шансы, ну, своих сторонников как-то воодушевить. А он пускается в личные атаки, которые пока что не работают. Да, многие говорят о том, что медовый месяц Камалы Харриса окончен, да, но я спрошу напомнить, что медовый месяц Трампа после покушения тоже закончился достаточно быстро. Спасибо вам большое. Сергей Сергеевич, Сергей Костяев, американец, преподаватель политологии Дрекфельского университета из Соединенных Штатов Америки, был с нами на прямом связи.